Всем привет! Меня зовут Павел, и сегодня я бы хотел поговорить с вами о депрессии, наплевательском отношении к ментальному здоровью с одной стороны и романтизации психических расстройств с другой. Сразу же скажу, в этом ролике вы не найдете никаких чудодейственных способов борьбы с этой болезнью. Да, именно так, болезнью. Болезни лечат специалисты, а уж никак не блогеры на ютубчике. Уяснили? Нет. Всякий раз, когда я слышу, я был в такой глубочайшей депрессии, а потом просто вспомнил, что надо улыбаться, и все прошло. Улыбнись, и начни уже наконец наслаждаться жизнью. Хочется с моим другом кирпичом этих специалистов познакомить. Это Nintendo 3DS. Кирпича в доме не нашлось. Вообще, слово депрессия уже настолько навязло на зубах. Мне надо сдавать экзамены. У меня депрессия. До камбэка BTS еще полгода. У меня депрессия. Что-то мне взгрустнулось сегодня. Наверное, депрессия. Я переживаю из результатов ЕГЭ. Да, депрессия. Складывается впечатление, что в кого ни плюнь, обязательно попадешь в человека с депрессией. И в результате на проблемы людей, которые действительно сталкиваются с этой болезнью, а не просто загрустила из-за двойки по физике, все смотрят с неким пофигизмом. Еще бы. Ведь все с этим сталкиваются. И ничего. Ходят на работу, учатся, детей рожают. Одна ты у нас страдалица. А ну быстро в поле пошла. И дальше следует порция... Простите, по-другому просто не скажешь. Дебильных советов. Немножко текст по дебильному написать. Не парься! Улыбнись! Не хмурься! Просто забей! Ну у тебя же не рак. О чем переживаешь? Глицинчик пососи! Шла Саша по шоссе и сосала глицин. Реалии 21 века. Огромное количество людей не имеет вообще никакого представления о психических заболеваниях. И вероятность того, что тебя обвинят в позерстве, если ты не лежишь под кроватью, как побитая собака, и тебя не вытаскивают из петли, опасно приближается к 100%. Ты не похожа на самоубийцу. Я помню, как доктор сказал мне это, когда мне было 14. И я призналась, что думаю о суициде. Я помню свою растерянность после этих слов. А как я должна выглядеть? В одной руке держать упаковку таблеток, а в другой предсмертную записку? В сентябре 2017 года в инстаграме появился хэштег «Лицо депрессии». Люди выкладывали свои фотографии, которые показывали, что человек, столкнувшийся с этой болезнью, может вообще ничем, на первый поверхностный взгляд, не отличаться от своего окружения. Представьте себе, больной может активно вести соцсети, ярко краситься, смеяться, ходить на вечеринки, и при всем при этом его заболевание никуда не исчезает. Нет, не только люди, отказывающиеся от еды, занимающиеся салф-хармом и плачущие целый день в подушку, страдают. В нашей голове настолько живучие стереотипы, что некоторые товарищи позволяют себе громогласно заявить. Ты притворяешься! Действительно, если человек на похоронах не рыдает и не бросается на гроб, значит, он вообще не переживает из-за потери близкого человека. Потому что я бы в три ручья рыдал. И если кто-то задумывается о суициде, то он явно не стал бы выкладывать свои фоточки из спортзала в инстаграм. Потому что я бы... Чтобы твои переживания восприняли всерьез, нужно три недели не менять одежду, разрыдаться в магазине, а еще лучше выйти на улицу с огромным плакатом «Я ненавижу свою жизнь». Под этим же хэштегом люди делились фотографиями своих родственников, которые были сделаны за несколько дней до их суицида. На снимках объятия, улыбки, смешные рожицы. И только глядя на подобные фотографии, начинаешь осознавать, что ты никогда не узнаешь, что скрывается за улыбкой другого человека. У кого-то хватает сил держать все переживания в себе, не напрягать близких своими проблемами. Кто-то боится обратиться к специалисту или поговорить с родственниками, потому что у нас зачастую две крайности. Ты либо бесишься от лени, вот раньше люди в поле работали и никаких депрессий не знали. И ничего, что о ней еще Гиппократ упоминал. Либо ты сумасшедший и вот-вот схватишь нож и пойдешь детей по улицам вырезать. И поэтому тебя срочно нужно изолировать от нормальных людей. А некоторые просят о помощи, понимая, что самостоятельно они не справятся. А в ответ получают «Мне тоже бывает грустно». По данным Всемирной Организации Здравоохранения, с тем или иным психическим расстройством сталкивается каждый четвертый человек. Но опять-таки наша поголовная безграмотность в этом вопросе рисует нам картины женщины с длинными черными волосами в белой ночнушке, бегающей по полю и призывающей инопланетян забрать ее к себе. Вот тут проблем тяжело отрицать, а тебе и пустырничек поможет. Совершенно не помогает и развившаяся в последнее время романтизация психических заболеваний. Одна часть общества изо всех сил закрывает глаза и уши, стараясь абстрагироваться от очевидных проблем. Другая же мечтает о биполярке и с гордостью вещает о том, как они разочаровались в современной жизни. Я не знаю, кто вбил в головы подобным модникам и модницам, что депрессия в тренде и фотографии с порезами на руках автоматически сделают тебя мгновенно интересной и глубокой личностью. Но пока люди не начнут воспринимать проблемы ментального здоровья серьезно и не поймут, к чему это может привести, до подобных разочарованных товарищей так и не дойдет, что хвастаться депрессией настолько же глупо, как гордо заявить А у меня Атид. Да-да, Атид. Очень романтично. Как я уже говорил в этом ролике, далеко не каждому хватит сил на то, чтобы откровенно поговорить со своими близкими и попросить о помощи. Но если это случится, то самое плохое, что вы можете сделать, это отмахнуться от человека и предложить ему улыбнуться. Да заткнись ты уже! Шла Саша по ша... Продолжение следует...